всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру вокруг света в без 2020 лацию возглавляем сегодня мы завершим в этой серии групповой этап лиги европы также сыграем конечно же три матча чемпионата италии соперниках верона сосуола и милан с миланом я думаю будет крайне интересно но и сельта абердин соперники в лиге европы хочется выйти с первого места я не рассчитывал что мы там будем как-то акцентировать внимание на лигу европы но получается выступать достаточно хорошо причем с ротацией я думаю что надо постараться тогда спокойно занимать первое место но ротация продолжится само собой первое место в группе я имею ввиду в нашей в лиге европы состав на этот матч следующий с отель до иммобилем черные луис альберта миналам лукас леева дурмиссия черви луис филиппе франсис и джан луиджи буфон ромеро если что выйдет во втором тайме как обычно да антони корея могут выйти а линья может выйти как всегда у меня тактика обычная как я формирую состав на лигу европы если игроки основы в хорошей форме то есть светло зеленая стрелкой почти вверх или зеленая стрелка вверх тогда я их не меняю во всех остальных случаях я меня их ребятами которые в резерве которые в хорошей форме вот такая такая такой точнее состав солянка у нас получается ну что ж поехали если мы сейчас обыграем абердин а потом и сельта выиграть свой матч то за первое место у нас сражение будет в последнем заключительном шестом туре группового этапа лиги европы франсис расстреливает мяч летит в штрафную макгрегор первый надо отдать должное абердину пока не очень классно защищаются очень организованная вот эта схема у них 451 не позволяет найти пока что зоны и прорехи в оборонительных построениях без моментов игра может быть сейчас чиро и мобили ну вот да если не получается через пас через короткий там через комбинации отправляем мяч на фланг подавая туда а дальше уже дело за чиро и мобили такая тактика у нас залаться и она работает чаще всего пока что дурмисси идеальный навес и опять и мобили выигрывает позиционно борьбу у защитника и отправлять мяч в сетку головой теперь в лиге европы успел отличиться причем мяча почти не касался все это время но вместо него все равно ромеро на второй тайм выйдет это было странно черный почему-то вообще не ударил не отреагировал на мяч и мобили там прыгал через себя черно вообще не выбрался и от него рикошетом чуть все равно взятие ворот не случилось ну как я и говорил после первого тайма ромеро вместо и мобили кого еще из основы но луис альбертос очень хорош в хорошей форме поэтому менять его не хочется дурмисси можно было бы поменять но я забыл лукаку поставить запас вот да мое упущение так что больше замен пока не предвидится один из самых скучных матчей за последнее время если честно мало что получается создать у нас но и соперник тоже вот только забросами играет и соответственно мы их спокойно обычно подбирали но сейчас фрэнсис сыграл крайне странно а вот здесь заброс может пройти буфон не уснул на своих половине рискованно было но луис альберто обыграл с отель да там с ним передача именно на него дальше луис альберто снова а нет на лукас алиева пошел мяч минала черные сумеет тут раскачать подключает фрэнсиса тот простреливает не доходит мяч лукас леева на подборе да минала заброс на ромеро тот по-моему был в офсайде вот остроты у нас не хватало конечно в этом матче в атаках луис альберто нас отель до чистый подкат чистый подкат в мяч ну и все 1-0 да очень скучный поединок я не знаю один из самых скучных за латсо сельта обыграла за в гостях да за первое место будет борьба до конца до последнего тура но она нас ничья устроит я напомню кстати мы в лиге европы вообще не пропускаем 13 забита ноль пропущено это прям идеальная оборона причем она играет в разных сочетаниях но справляется ну что поединок серии а у нас три очка напомню отрыв от наполи так что борьба вся впереди за чемпионство и так верона и здесь у них схема довольно таки интересные два опорных два атакующих полузащитника два крайних полузащитника то есть шесть полузащитников 361 схема причем нападающий не центральный нападающий да не страйкер а именно оттянутый форвард то есть он немножко в глубине будет играть интересно полицари помните этого вратаря я думаю старички канала должны помнить но в целом конечно да интересно интересно но опять же фланговые зоны фланговые зоны это слабое место у нас состав следующий кареи мобили антония луис альберта милинкович савич это прям основа здесь заменяет лука салееву он дарам потому что у того плохая форма жордан лукак в этот раз играет потому что дурмисси устал уже достаточно сильно почти половина стамина осталось а черби луис филиппе фрэнсис да ротация продолжается раду опять не готов играть но вот возрастной игрок видите у него форма оставляет желать лучшего часто строкоша тоже в плохой форме опять выходит буфон ну и капитан у нас тогда в таком сочетании футболистов наверное опять милинкович савич он тогда с капитанской повязкой делал серьезные вещи что там по формам ага так надо поменять наверное желтая у них есть смотри но синяя тоже бы различалась давайте мы в темном будем они в желтой давно в темной не играли по не слазь мне не понравилось как действовала наша атака в прошлом матче в лиге европы надеюсь вероной будет получше потому что счета как-то остроты вообще не доставала антони сразу рвется вперед режет угол антони прострельная передача на нет накрыли в последний момент милинкович савич уже по этому же флангу на иммобиле почти прошло антони куда ж ты скинул немного не туда давление есть но пока острых моментов опять не достает так это заброс от милинковича савича на каре и мяч едва едва в створ не залетел антони развернулся здорово на иммобиле но сложно было там защитник перекрывал створ ближний угол но вот не как бы не перед створом находился иммобиле поэтому он прямо ударил и в створ не попал видите здесь а это милинкович савич издалека надо издалека бить тогда раз не пускает другого выхода у нас нет лукаку луис альберта на замахе уходит удар отсюда накрывается угловой антони на опережение нет плицаре здесь 32 минута не можем скрыть оборону пока что опа ошибка ну каре долго успели у него отобрать мяч я уже хотел перекидывать перебрасывать вратаря который подарил на мяч лукаку это было неплохо разыграно с углового луис альберта нет не подкрутил в дальний не попал заброс на каре а вот это неплохо можно резать угол нет каре немного не успел здесь срезать угол скорости не хватило немного лукаку подбор надо забирать 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 сильновато отправил мяч луис альберта нет не успеет 45 0 0 но опять наш план если так и будет на 60 переходить на игру в два нападающих антони увидел милинковича савича удар ой касание а там по-другому бы не дали если бы я начал принимать там бы накрыли а в касание видите мяч срезался к сожалению ну что ж я думаю пора на 4-2-4 играть и луис альберта уходит вместо него ромеро ну что ж надеюсь это сработает как тогда как обычно у нас обычно это работало но сейчас я чё-то не знаю даже верона очень классно защищается очень классно так номерам давай сюда и маринкович савич чуть-чуть поглубже как-то так иммобили давай в ближний сложно было острова тугал но надо было пробовать наконец-то смогли зайти в штрафную причем иммобили разыграл скорая эту комбинацию тот сместился в центр ромеро вот пространство есть заброс на антони антони принимает мяч обратно нет на иммобили пошел тут немножко перемудрили мне кажется верона начинает уставать по ходу антони разворачивается подача но тут два человека на пути мяча были ромеро развернулся тут его вдвоем съели сразу что-то как-то скорости не хватило сейчас ромеро уйти милинкович савич головой ох под перекладину мяч пошел вратарь сумел все-таки спасти вот это хороший момент уже был подключение капитана центрального полузащитника штрафную хороший удар головой за спину мяч пошел так пока пауза можно сделать еще некоторые изменения убрать не участие в прессинге чиро и поставить контур прессинг ах заблокировали удар милинковича савича каре обьет в дальний угол но здесь позиция такая была что сложно забить еще нужно освежать игру с отель дом выходит и нет черный нет можно кстати на право фасу минца свежего давай хоть он и форма у него не очень но сейчас нужна свежесть на фланге ромеро да да супер сап наконец-то дали ему пробить и он с первой попытки в этом матче открывает все таки счет пробили мы этот автобус поаплодировать стоит вероня конечно опять же защищались до последнего как могли сопротивлялись не помышляя об атаке причем то есть там одни забросы которые спокойно наши цз снимали но какой же удар прям в притирочку и вратарь даже не прыгнул он похоже не ожидал что так мощно полетит мяч кстати голевой отдал вышедший только что с отель до так что как раз таки ребята которые со скамейки вышли сделали этот гол отлично так ну теперь можно обратно перестраиваться на нашу традиционную схему давай так и сделаем дюрам ныряя обратно в опорную зону ромеро остается один в нападении тогда и мобили сейчас заменим на оленья а не заменим мы не заменим потому что у нас точно у нас три замены уже сделаны поэтому ладно оставляем все как было тогда и опять ромеро почти пробил тут его заблокировали кстати мне даже на секунду показалось что можно пенальти назначить но нет так а черби немного провалился как и ромэлу лукаку ромэлу я сказал жордан конечно с отель до передачи на ромеро в очередной раз дальше антони и мобили ромеро ай но опять чуть-чуть не хватило резкости сейчас ему чтобы уйти от защитника от этого подката лукаку здесь надежен выставил ногу передачу перехватил с отель до отель до нет не обыграл хотя фол 89 минута до какие-то матчи в этой серии пока что очень очень напряженные очень оборонительные со стороны соперника моментов минимум создавать их тяжело ромеро в центре на дорама дальше милинкович савич красиво разворачивается и без фола отобран мяч надо возвращаться 3 минуты добавлено тут зона есть лукаку и и пытается закрыть и закрывает до передачи не проходит вот тут не очень пас был до под прессинг на дораму лукаку исправляется молодец передача на и мобили дальше с от ромеро пытался обмануть защитника пропустив мяч но не получилось 1-0 1-0 1-0 ну чисто итальянские какие-то матчи пошли хотя и первый был в лиге европы тем не менее спасибо ромеро ты нас выручил 3 очка в кармане рома победила на поле у ювентуса в гостях выиграл кстати видно что ювентус не тот у нас во вселенной уже на этот сезон но посмотрите они идут на 6 месте и очень нестабильно играют а вот на поле на поле это сила хотя мы их обыграли 3-0 но я ощущал что они могут потенциал у команды бешеный и вот всего лишь 3 очка отставания от интро уже при этом 8 мбабе лучший футболист мира поздравляем кельяна и желаем здоровья в реальности у него там травма после грубого подката от соперника а а лучший главный тренер флик хорошо в сборной месяце милинкович савич луис альберта и мобили милинкович савич теперь маэстро у нас так строкоша прокачался дань алвис перерожденный у нас в академии дан дурам тоже кстати прокачался здорово ну что попробуем жерцена подписать заранее 15 миллионов клуб не желает ну да не получится скорее всего с жерцоном анкун q а он что ли в аренде он в аренде похоже я не могу его подписать то очень он в аренде а это конечно плохо что с депаулем то же самое пишут поэтому шансов мало а мире из байера тоже самое все кого все кто у меня в списке короче говоря не собираются к нам идти может быть вот чехи за динеза все-таки барак может быть хоть ты тоже самое сложно будет их подписать короче говоря с другой стороны можно подписать фарнальса а а линья использовать на позиции милинкович савича но а линья не такой универсал как сергей и конечно там баланс сместиться в сторону атаки поэтому я так не хотел делать зато фарнальс готов к нам перейти как видите только вот зарплату мы не тянем но можно немного вот так снизить я думаю он согласится и дать например бонус за гол небольшой тогда у нас есть бюджет улетит на фарнальса но это очень качественный игрок и добавить нам конечно креатива впереди спокойно может подменять луис альберт он не слабее его точно давайте так сделаем тогда мы закроем все позиции ну а следующий соперник у нас со соло в серии а и здесь конечно уже более атакующая команда но вот опять схема 4 2 3 1 универсальная которую сложно вскрывать не люблю я играть против этой схемы как уже не раз говорил опорный причем хороший у них левый защитник тоже стоит отметить бабакар в атаке опасен может быть а джапонг он там правый защитник в запасе еще есть ну короче говоря со соло может нам проблемы принести стартовый состав у нас в полном порядке у всех не ниже желтой стрелки и форма поэтому тут я ничего менять не буду а в запасе могут выйти черные как видите в хорошей форме ну и все остальные тоже вроде бы в порядке это радует это радует что игроки у нас вроде более или менее готовы рвать по формам все хорошо погнали хочется уже более какого-то открытого футбола но пока видите против нас все играют автобусом как сыграется соло не знаю но схема у них конечно направлена будет на то чтобы ломать нашу игру смотри а у них низкие фланги да и при этом акцент на атаку ползунок в атаку выключен в начале матча ладно значит будет повеселее скорее всего глинкович савич тяжелый мяч обработал идет 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 передача на иммобиле иммобиле так браво вратарь сумел иммобиле развернуться под удар но вратарь на месте вратарь контролировал этот угол еще попытка иммобиле очень плотно играется соло своей штрафной еще один угловой какая же здесь борьба со соло что вы творите дурмиссия разворачивает атаку на другой край не получилось как-то там странно принял мяч как-то странно разворачивался вообще и отсюда не точная передача фасуменца подача не точно вы с альберта на подборе антони смещается в центр перевод на дурмиссии неплохо а вот тут ошибка лукаслеева не успевает на подборе каре продавил на замахе ушел передача на иммобиле проходит мяч иммобиле чиро прицел сбился ты там в реальности между прочим ливандовский перегнал антони ну-ка давай сам нет пегала на месте тоже знакомый вратарь я думаю старичкам канала антони на иммобиле не точный пас иммобиле в прессинге нет плечо да вообще корпус в целом защитник со соло поставил очень жестко не подпустил чиро к мячу да ну вот эта штанга конечно может нам аукнуться а вот пожалуйста момент у наших ворот и строкоша выручает я говорил бабакар может найти возможность вроде бы дурмиссии здесь блокировал подачу с фланга но мяч прошел так ну что традиционные перестроения опять ромеро вместо луиса альберта иди сюда ну лукас леева вместе с милинковичем савичем в центре поля как то так заброс на иммобиле чиро принимает мяч нет был близок к этому но не получилось опять бабакар да что ж такое то антони рикошет не помог в этот раз так ладно с отель до черны контрпрессинг строкоша мы позволяем бабакару раз за разом бить поворотом это не очень здорово 76 минута со соло смотрится лучше сейчас во втором тайме антони на иммобиле дальше милинкович савич антони убежит здесь или нет так и что это угловой жаль а так бы сейчас пенальти да не помешал бы нам конечно дур мисси подрабатывает мяч удара рикошет опять не в нашу пользу угловой еще один ромеро на иммобиле чиро нет опять успевают заблокировать пять минут остается бегала выносит подальше раду надо выиграть здесь то луис филиппе милинкович савич на черные тот касание на чиро чиро уходит на черный тот на скорости ну обыграл защитника передача на иммобиле чиро блокирует защитник как так то вообще супер момент был лукас леева передача на с отель до ой-ой-ой с отель до что это дур мисси с отель до и удар рикошет иммобиле ну угловой все последний шанс у нас я подам я думаю так я подам за с отель до давайте все вперед ребятки на вес ну вот шанс ну ромеро не таких ударов мы от тебя ждем оставили его здесь и он не попал створ ну как видите я все что мог сделал моменты были вопрос был реализации наши игроки не попадали в створ что иммобиле в штангу зарядил что вот сейчас ромеро ударил выше головой увы 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 0-0 2 очка потеряно напали наверное счастливы особенно если они выиграли свой матч то отрыв сокращен рома разнесла ювентус напали разнесли брешью ну да победили они конечно же победили интер в разгром проиграл до романа третьем теперь 7 очков от них и одно очко от напали да уж борьба продолжается фарнальс принял наше предложение ну вот посмотрите ка все как гладко то у нас складывается но это усиление конечно это усиление причем всего лишь за 16 с половиной миллионов принимаем теперь я думаю нас команда полностью укомплектована разве что правого защитника еще поискать но все денег больше нет надо кого-то продавать тогда милан играет по схеме 4 4 2 это наш следующий соперник напоминаю и конечно меня пугает вот левый защитник и левый центральный романьоли и романьоли и эрнандес 87 84 гулача у них вратарь между прочим 81 да вот нам правым флангом будет крайне сложно атаковать надо будет стараться через корея больше играть через луиса альберта посмотрим ну и пенток с ребичем серьезная пара нападающих у нас очербит луис филиппе и буфон играет в этом матче на дюрам еще потому что ну плохая форма у леевы у раду у строкоши отвратительная форма уж не знаю с чем это связано а в запасе ромера с отель до черна могут выйти усилить как обычно но я даже не знаю после таких матчей непростых трех подряд причем да в двух мы победили но вот сосуола ничья 0-0 встреча с миланом может быть здесь конечно у нас получится больше посмотрим ну а что я хотел это топ чемпионат серия а сразу было понятно что просто не будет и вот сосуола у нас отгрызли очки как я не старался их вскрыть фасуменса первая атака мы все-таки идем через правый фланг ну да ладно антони смещение в центр как он любит заброс на иммобиле опа в свои ворота вытаскивает гулач из-под перекладины красиво антони на милинковича савича ну вот опять же чуть притормозил бы серпа чтобы на втором темпе остаться а то он бежал с защитником в упор к лицевой и что я там как я ему отдам передачу непонятно так хакан чалханаглу может отсюда и спокойно забить мы знаем но стракоша какой стракоша нет буфон конечно буфонище вытаскивает из девятки практически так еще один фол нельзя нам фолить с таким исполнителем у милана стандартов ни в коем случае так ну буфон опять же контролировал вроде как я его сместил в угол куда бил хакан антони кастельеху выиграл борьбу здесь кареа неплохо луис альберта какой слабый удар получился ну что такое надо сказать милан играет с преимуществом пока что у них больше получается антони иммобили на луиса альберта передача луис альберта можно было пробить разворачивается ну и все атака застряла уже у нас здесь ай на кого заброс сам не понял лукако милинкович нет на антони передача не проходит тот смещается в центр подальше от сильных защитников соперника но там тоже все перекрыто тео эрнандес обманул антони передача нет иммобили не успевает иммобили хорошо прикрыт в последних матчах очень хорошо пространство минимум может быть сейчас чиро продавишь не тут то было не тут то было луиса альберта еще одна попытка на чиро сыграть стараюсь играть быстрее рискованнее передачи отдавать вперед все равно не проходит ничего ну вот романьоли да великолепный подкат антони остановил а черби надо успевать здесь а черби репич мог забить в раздевалку 0-0 преимущество за миланом по статистике да и по игре кареа прострел навес точнее иммобили попытался пробить здесь не вышло луиса альберта на милинковича савича тот бьет поворотом защитника побольше ударов нужно побольше ударов снова милинкович убирает мяч заброс на кареа кареа смотрю на бокового офсайда нет хорош хорош кареа вот прибавили в начале второго тайма и получилось забить первые нормальные атаки по сути в матче пошли и вот пожалуйста но здесь милинкович савич опять точный заброс там очень похоже на офсайд но видимо было на ленточке на грани на грани умеет вот Сергей выдавать такие передачи черпачки за спину защитникам ну и кареа хладнокровно реализовал охребич прощает сейчас нас в каркас попадает дурам дурам спокойно стандарты милана опасны как я и говорил так освежить игру бы нам надо черный выходит выходит наверное оленья вместо милинковича савича наконец-то у фасуменца желтая можно фрэнсиса вместо него и мобили через себя красиво было но не попал плюс офсайд в этот раз офсайд так над пенальти оленья красиво купил красиво купил игрока милана маури на замах обычный ложный купился и ударил по ногам вот это выход оленья вот это я понимаю ну да чистый тут как бы вообще не назначить было нельзя луис альберта у нас у мяча давайте все-таки за чиро пробьем бомбардир все-таки как-никак как-никак бомбардир так ну это было не очень хорошо гулач я отгадал но очень сильно я пробил поэтому прошил вратаря милана иммобиля своим ударом мяч все-таки оказался в сетке 2-0 ну вот наконец-то два мяча в матче в этой серии вторая попытка иммобиля через себя ударить и опять не получается но в этот раз он попал в створ лукаку только так находит чиро во втором тайме именно на вес и на удар через себя в этот раз гулач потащил а не удар мимо иммобили ну давай а гулач уже был там я что-то на вратаря не смотрел а зря я смотрел на то как примет мяч иммобили да у чира конечно немного сбился прицел но хоть хоть в пенальти забил хотя тоже через руки вратаря 2-0 победа над Миланом мы продолжаем играть сухо вообще без пропущенных но с атакой иногда шероховатости мягко говоря есть насчет игры без пропущенных вы видите моменты есть иногда у соперников вот у Милана были моменты и стандарты и вот Ребич бил головой иногда нас выручает просто фарт везение каркас ворот иногда вратари классные что буфон что строкоша еще из-за этого мы конечно же играем на ноль то есть вот например в таких же ситуациях что в Аяксе что в Сан-Паулу мы чаще всего пропускали а здесь из-за того что классные вратари и пока что фартит у нас сухие матчи так смотрим Ювентус победил Наполи Наполи в разгром уступил Кальери 4-1 это как вообще работает я не понимаю это как так получилось ну мы отрываемся от Наполи теперь 4 балла было 3 в начале серии потом сократилось до 1 очка а теперь выросло до 4 мы по-прежнему единственная команда в серии А которая не проигрывала просили показать низ таблицы тут Болонья Парма и Кротоны у нас у Кротоны всего 4 очка в заключительном туре Лиги Европы у нас выходит следующий состав Сотельдо Каре в нападении да это эксперимент он может играть центрального нападающего хоть и стиль у него продуктивный вингер все такое прочее но посмотрите имобили уставший а Ромеро в плохой форме поэтому лучше сыграет Кареа если что его Ромеро заменит если не пойдет у него я еще не видел его на этой позиции вот и посмотрим он в хорошей форме Антони Алиния Луис Альберто Лукас Леева Дурмисси Раду Уолос Фрэнсис и Стракоша Раду и Стракоша в какой-то веки в отменной форме просто просто в отменной ну и Сельта смотри-ка у них Ягаспас в запасе в этот раз но опять же это схема 3-5-2 3 центральных полузащитника 3 центральных защитника МР Мор и Пион Исистом на флангах ну короче говоря интересно интересно как Сельта в этот раз сыграет а флангами надо опять их пытаться вскрывать нас устроит и ничья но конечно хочется 6 побед одержать в Лиге Европы в группе понеслась в атаку идет Сельта понятное дело им нужно побеждать причем там с определенным счетом чтобы нас обгонять в таблице хотят побороться они за первое место за более слабого соперника как бы на бумаге в плей-офф в 1-16 ЛЕ но посмотрим что из этого получится у них Антони на Кореа сразу то дальше на Луиса Альберта Сотельда пытается открыться здорово обманул защитника идет дальше айкаре айкаре вот сейчас ему не хватило наверное а это оленя был жаль вот опять же притормози да отклейся от защитника тогда я выдам тебе точную передачу а он бежит просто так я ему отдать не могу а вот это опасно было открылся Сотельда неплохо сейчас бы подправу сейчас бы подправу еще убрать убрал подача на Кореа тот даже не выпрыгнул к сожалению оленя опережает на подборе игрока Сельты Фрэнсис передача на Антони оффсайд забег Кореа против Фарауха не сдюжил хотя забегал неплохо скорости не хватило как отборолся Луис Альберто но тут нужно отдавать оленя нет оффсайда да у Антони повезло потому что оленя сейчас запорол момент ужасно я бил в левый угол почему удар по центру пошел непонятно Антони тут как тут на добивании 1-0 поймали мы Сельту на контратаке они уж очень сильно раскрываются идут в прессинг вот такая игра мне больше нравится когда столько зон свободных и так далее ну по центру ударил оленя почему по центру не понимаю иногда возможно это вот прессинг защитника влияет а кстати Кореа в центре нападения нормально смотрится так что у нас есть третий вариант на случай если у наших основных центральных нападающих не очень все в порядке с формой а у Сательда например все хорошо Сательда Кореа ах прием мяча подвел но он на скорости был касание надо было бить 1-0 гол Антони ну что играем именно с игровым преимуществом возможно территориальные даже больше за Сельтой но как бы и ладно пусть если мы ведем в счете кстати Яго Аспас все-таки появился на газоне и вот сейчас он и пробивал заработал угловой а вот это интересно было как там низкорослый Сательда сумел выудить мяч из толпы и чуть не забил гол Дурмисси Сательда Дурмисси подача Кореа ух в перекладину переправляет мяч красивый такой момент Фрэнсис фланговые атаки одна за другой накатывают у Лацо 30 минут остается и можно опять же поэкономить силы лидера Антони уходит Кореа уходит все-таки хорошо сыграл ничего не могу сказать ну и можно Луиса Альберта тоже поберечь Миналат в бой потихонечку заканчивается матч и вместе с ним групповой этап Лиги Европы очень удачно выступили без напряга получается проходим группу ах не дойдет мяч до оленья а я то думал будет больше сопротивления от соперников ну да ладно вот сейчас может быть что-нибудь у Сельты получится Дурмисси опережает Мора достаточно уверенно и с запасом заброс на Сотельдо ну на него лучше не забрасывать верхом конечно Лукаслеева заброс на Ромеро и тот почти уже готов был принимать мяч если бы не защитник в последний момент вынес оленья чей тут мяч травма у Мора набегался а вот почему его так Дурмисси легко обогнал там на фланге потому что вначале Мор убегал Минала оленья получает по-моему по ногам нет судья не свистит не видит тут нарушения Ягуаспас в разрез пас Волос ставит корпус и играет на строкошу не оборона прям знатная у нас наверное лучшая оборона за всю карьеру вокруг света настолько надежно все играют ну и вратари классные что мы очень редко пропускаем как вы заметили ну что ж победа и в последнем туре да опять не очень внятный поединок не очень внятная игра в атаке но главная победа получается побеждать пока при такой игре АЗ разнес Абердин и занимает третье место у нас все тут четко 18 Лацо 12 Сельта 6 АЗ давайте смотреть кто нам может попасться Лейпциг Янгбойс так Янгбойс может попасться да Марсель может попасться Валенсия Бешикташ Базель Фомаликао Фейнорт Спартак первое место занял Ювентус в Лиге Европы был и еще и не вышел из группы Ювентус реально в кризисе каком-то зовет меня кроме Наполя еще и Генг теперь но это уж совсем из Италии бы сейчас в Генг уезжать нет ни в коем случае так ну у нас год заканчивается потихонечку да 16 тур здесь 17 18 и все а нет еще старина 19 успеем сыграть и все там уже год будет окончен к нам придет Фарнальс и начнется новый год новый круг то есть второй в серии А но кстати веселое будет окончание года смотрите Интер ну сначала Самбдорио тоже не подарок потом Интер Аталанта Торино Джену ну вот Интер Аталанта вот этот вот отрезок надо пройти постараться успешно хотя бы там ничья победа уже будет нормально главное чтобы не два поражения а то Наполи так и ждет чтобы нас настичь в таблице пока все складывается очень даже здорово там и кубок будет ну там опять выйдут молодые скорее всего у нас сыграют с Калери в одном из матчей точно потом сразу Ювентус ух ну а в Лиге Европы мы продолжим ага ну вот уже известен соперник у нас Валенсия друзья мои Валенсия не просто будет мягко говоря не самый хороший жребий ну ладно с Валенсии 18 февраля но до этого еще много матчей надо посмотреть тогда полностью итоги Лиги Чемпионов и Лиги Европы и так Лига Чемпионов Сити Севилья тут вышли Наполи кстати в Лигу Европы отправляется к нам Шахтер ПСВ Боруссия Дортмунд в Лигу Европы отправляется жесть Барселона Тоттенхэм Спортинг к нам Монако Интер Зенит к нам отправляется в Лигу Европы Бенфика Манчестер Юнайтед Милан к нам отправляется еще одна итальянская команда Атлетику и Порту Ливерпуль к нам в Лигу Европы отправляется да е-мое что там будет за плей-офф Лиги Европы жесть Брюгги Аякс ВЛЧ Динамо Загреб ВЛЕ А Бавария вообще всего лишь 6 очков в группе с Брюгги Аяксом и Динамо Загребом Аякс поздравляем вышли в плей-офф ЛЧ не зря хорошее я наследие оставил и новый тренер лучше меня выступил в Лиге Чемпионов без Антони причем которого я забрал красавцы с Брюгги там они были вот так вот Бавария ничего себе Реал Мадрид ПСЖ тут все-таки они первые два места заняли ну и Фенербахче к нам интересно а что там по бомбардирам в Лиге Чемпионов Дебрюйне ага Диас из Порту Каман Неймар питание ясно а голевые Артур из Барса Хендрикс из ПСВ Дебрюна Родри из Манчестер Сити но Дебрюна конечно тащит там окей так ну здесь мы группы видели в Лиге Европы давайте посмотрим бомбардиров и здесь у нас Ромеро отстает Кривелли Абумьянг и Векхорст из Вольсбурга еще добавился а по голевым по голевым Гендузи все еще шесть вне конкуренции Антони три голевые окей знаете еще что хочу посмотреть я хочу посмотреть чемпионат Бразилии потому что там он должен был завершиться как там Сан-Пауло как там Сан-Пауло третье место ну неплохо ладно неплохо хотя могли и получше вон Гремио хотя бы могли опередить Фламенго выигрывает чемпионат Бразилии что тут по голам у нас ну что-то я не вижу да игроков а ну вон Витор Буэна девять забил ничего себе Пабло семь забил Эрнанес кстати все еще играет шесть забил ну а по голевым там кстати индивидуальный титул еще можно посмотреть Лизиеру отдает голевые передачи что-то как-то не те игроки да которые у меня блистали Витор Буэна пять отдал но не знаю Сан-Пауло что-то вы как-то не очень ну и посмотрим что там посреди сезона в Нидерландах тогда как там моя предыдущая команда Аякс третье место у них нет ну ПСВ смотри что делает АЗ тоже в чемпионате у Аякса так себе так себе дела то есть тут тренер еще хуже моего выступает Марин лидер голевых передач Луаодис здесь тоже есть красавцы Гутеррес Дон это ПСВ а кто еще из Аякса есть ну вон Тейлор хорошо а по голам может быть Буаду нет по голам тоже Марин он там стандарты кладет наверное Промес Иван Дебек ага понятно а где же Буаду он что не играет вон три гола забил всего ну видимо у Аякса там игра такая которая ну на завершение у них не центральный нападающий почему-то а другие вылетают ну что ж ладно ладно будем болеть за Аякс в Лиге Чемпионов тогда в плей-офф дальше там хотя я думаю что они далеко конечно не пройдут но посмотрим на этом можно прощаться друзья не забывайте про лайки и комментарии увидимся в следующей серии уже завтра если наберете тысячи лайков конечно же всем пока